В сгущающихся сумерках 41-го тысячелетия человечество сталкивается с еще одним опаснейшим видом ксеносов, населяющих нашу галактику, с некронами. Некроны – сущий кошмар, пришедший из одной эпохи. Их древняя империя существовала за миллионы лет до того, как император из непримиримых человеческих миров выковал целостный империум. Когда-то некроны были смертными существами из плоти и крови и называли себя некронтиром, но они давно заменили свои слабые и болезненные тела крепкими формами из живого металла во время процесса биопереноса. На протяжении 60 миллионов лет некроны находились в анабиозе, в недрах своих гробниц. Теперь же пришло время пробуждения. Древние династии пробуждаются, а те рейдовые группы, что предвещали их предшествие, разрослись до звездных флотилий и огромных завоевательных армий. Владыки и фаероны надменно вышагивают перед строями молчаливых черепалеких солдат на давно забытом языке, а громогласно обещая им славные битвы. Из глубин планет поднимаются страшные машины, работающие за счет электродуговых двигателей, а за ними постепенно следуют механические арахниды. Под четким руководством криптеков оживают грозные орудия для уничтожения планет, какие галактика не видела вот уже миллионы лет. Ряд за рядом из гробниц сплошным потоком холодной стали наружу выбираются скелетоподобные войны. Миллиарды некронов поднимаются из могил, дабы вернуть то, что когда-то им принадлежало, и вся галактика сражается в ужасе от их возвращения. По традиции, свой рассказ о некронах я начну с их ранней истории. Когда-то давно, примерно 60 миллионов лет назад, эти механические ксеносы, по аналогии со всеми живыми существами в галактике, состояли из плоти и крови, и назывались некронтир. Теперь же, ко времени эры Империума, некронтир является одной из тысяч мертвых и забытых цивилизаций. За миллионы лет до появления человечества на Святой Терре, род болезненных, проклятых существ, известных как некронтир, изо всех сил цеплялся за жизнь под нещадно палящими лучами губительного солнца на своей родной планете. Гоним и нуждой, они выбрались из заключения этой природной тигельной печи и направились к звездам, надеясь выковать империю, в которой они смогли бы реализовать свой потенциал, вырванный из смертельных объятий, породивший их звезды. Но и тут они не нашли покоя, ибо сильное социальное расслоение в их зарождающихся империи вскоре провело к междоусобной вражде. Члены каждой династии некронтир хотели быть хозяевами собственной судьбы, и конфликт между великими домами быстро перерос во всеобщую войну. Продлились такое положение делающего поколения, и некронтир, вероятно, истребили бы самих себя, как это было со многими другими ксеносами, до них и будет после. Но все вышло иначе. По мере того, как молодое и вздорное государство расширялось в космосе, оно неизбежно встречалось со старшими силами, созданными, что существовали уже долгие эры. Все вместе они составляли народ древних, абсолютных хозяев форм загадочной энергии, которую некронтир не то что не умели использовать, но даже не имели они никакого представления. Хотя древние давным-давно открыли тайны бессмертия, тем не менее они отказались поделиться даром вечной жизни с некронтир, которые по-прежнему страдали от проклятия зловредной звезды, под которой они родились. По мере разрастания империи некронтир в галактике, каждая из их династий стремилась обрести независимость от Триархии, правящего совета, во главе которого стоял безмолвный царь Сарех. Вся цивилизация стояла на краю гражданской войны. В попытке объединить свой народ, безмолвный царь разработал план, который изменит все и навсегда, и приведет к таким последствиям, которые эхом будут отдаваться на протяжении бесчисленных миллионов лет. От горькой зависти и затаенной обиды, безмолвный царь воспользовался отказом древних поделиться секретом бессмертия, как предлогом для развязывания войны, и принудительно объединил весь род Некронтир под властью Триархии против общего врага. И хотя Сареху удалось сплотить свой полный ненависть и народ, Некронтир ввязались в межзвездную войну, в которой у них не было шансов выиграть. По крайней мере в одиночку. За какие-то несколько столетий от Некронтирской империи осталась лишь тень былого могущества. Древние владели паутиной и могли призывать силы, сопротивляться которым у Некронтира не было никакой надежды. Скоро почти все армии династий были побеждены, а их главы оказались в отчаянном положении, цепляясь за те миры, что у них еще остались. Некронтир стояли на грани полного поражения, но древние не видели необходимости марать руки и не стали наносить последний решающий удар. Ибо в это же время династии вновь обратились друг против друга, развязав вторую социальностическую войну. Возмущенные той участью, на которую обрекла их Триархия, династии восстали против безмолонного царя, и некоторые даже были готовы просить древних о мире появить такая возможность. И когда гибель целой расы уже казалась неизбежной, спасение пришло с неожиданной стороны. Точные обстоятельства первого контакта Некронтир с богоподобными сущностями, которым дали название Ктан, вряд ли когда-либо станут известны. Возможно, они всегда были там, кормясь губительными энергиями родного солнца Некронтира. Или, быть может, их притянули из некой бездонной внешней тьмы, ненависть и озлобленность мимолетного народа безмолонного царя, которые они испытывали в бессмертном древнем. Какой бы ни была правда, старейшие династии попали под влияние непостижимых созданий, и, чтобы полностью найти с ними общий язык, создали великие вместилища, в которые Ктан смогли бы вселить свои нематериальные тела и с их помощью оказаться среди смертных впервые за несчетные эры. Можно считать простым совпадением тот факт, что эти существа напоминали полузабытых богов из доисторической эпохи Некронтир, но с тем же успехом это можно было принять из-за предостережения об истинной природе Ктан. Воплощенный в своей божественной оболочке, внушающей благоговейный страх, один из Ктан, среди сородичей известным под именем Обманщик, пришел ко двору безмолонного царя и поведал о войне, что разыгралось задолго до рождения Некронтира. В том противостоянии древние одолели Ктан и изгнали в самые дальние уголки реальности последней. Обманщик заявил, что теперь он и его собратья готовы вернуться и жестоко отомстить своим обидчикам и всем им поганым отпрыскам. Он обещал разделить эту победу с Некронтир и даровать им вечную жизнь, в чем так твердо и, возможно, прозорливо отказывали древние. Опьяненный смутными видениями единства и славы безмолвный царь, верил судьбу своего народа в руки Ктан, проигнорировав слова единственного Некронтира, который был против подобного решения. То был придворный звездочет Сареха, предсказавший, что единение и величие народа, которых они, несомненно, достигнут, будут стоить Некронтир самих их душ. Обещанные звездными богами бессмертия Некронтир должны были получить в ходе загадочного и ужасного процесса биопереноса. Для этой цели специально построили громадные биоплавильни, в залы которых колоннами шли люди безмолвного царя, согласно заключенному СКТАН соглашению. Каким чудовищным процедурам подверглись Некронтир внутри левущих биопечей, можно только гадать, но одно известно точно. У каждого из них забрали плоть и вырвали душу, заменив бренное тело оболочкой из живого металла. Которую вселили остатки угасающего сознания. Над каждым таким сооружением роились подлинные и бессленные сущности КТАН, насыщаясь духовными останками целой расы. Лишь когда безмолвный царь сам прошел процесс биопереноса и увидел, во что превратился его народ, он наконец осознал, на какую ужасную сделку пошел. На вообретенное бессмертие, почти божественные силы и мощь, стоили ему души, последние незримые крупицы, которые уже высосали, окружающие поблизости КТАН. Так целая раса Некронтир погибла, а ей на смену пришли Некроны. Известно, что не все Некронтир жаждали биопереноса. Многих из них пришлось заставлять делать это силой. И все же, когда процесс биопереноса всей расы был окончен, Некронтирское общество стало сплоченным, как никогда прежде. В ходе этого процесса в каждого из подчиненных безмолвного царя заложили командные протоколы, с помощью которых он мог править железной рукой. И теперь, когда Сарех получил власть над всеми жителями его империи, наступил черед Некронов выполнить свою часть страшного договора. Учитывая, что поглотив души целой расы, КТАН теперь были неостановимы, да еще и вместе с легионами Некронов, марширующих позади, древние были обречены. Началась война в небесах. КТАН изливали в галактики такие силы, какие никто не видел со времен мироздания. Планеты стирались в пыль и развеивались космическими ветрами. Звезды угасали по одному только их слову. Черные дыры разрывали ткань реальности и воины древних вырезались миллиардами, когда в галактике бушевал шторм КТАНского гнева. В конце концов, спустя эпоху резни, КТАН пробились в паутину. Мстительные звездные боги поедали души прислужников древних и, по всей видимости, неосознанно выпустили на волю порожденные варпом кошмары, из-за которых древние в конечном счете потерпели полное скрушительное поражение. На протяжении всей войны в небесах безмолвный царь взращивал ненази к звездным богам, даже когда вел их армией против врагов. Понимая, что некронам ни за что не победить древних в одиночку, он делал все, что велели звездные боги. Однако, когда войну наконец выиграли, безмолвный царь нанес предательский удар, к которому давно готовился. Зная, что уничтожить всех КТАН не более возможно, чем обратить спять процесс сотворения мира, цареха разбил каждого из них на бесчисленное множество осколков, которые навечно запер в тессарактал склеп. Всякий скованный и порабощенный фрагмент КТАН обладал чудовищной силой, но не знал о том великом создании, каким он когда-то был. В последующие века некронам придется выпускать эти существа на какое-то время и при строгом соблюдении мер предосторожности. Видя, как галактика лежит в руинах после страшной войны, и понимая, что величайший из слуг древних Ильдар уже готовый унаследовать большую часть утраченного их хозяевами, безмолвный царь приказал начать приготовление к великому сну. Сам же он отправился в черную бездну вне галактического пространства, ища способы провести обратный биоперенос и вернуть некронам их души. С этого момента единственное, что будет беспокоить Сареха, это возврат душ своего народа. Остальные некроны переоборудовали свои города в громадные стадисные гробницы, где они будут покоиться ионы, пока не настанет подходящий момент для их возвращения. Безмолвный царь не сомневался, что однажды время Ильдар уйдет, и тогда он поклялся, что некроны восстанут и вернут себе законное господство их галактикой. На протяжении 60 миллионов лет некроны спали глубоко в недрах своих гробниц, и теперь древние династии пробуждаются, а те рейдовые группы, что предвещали их предшествие, разрослись до звездных флотилий и огромных завоевательных армий. Каждый некронский мир гробницы сконструирован по сложному шаблону, придуманному некронтирной пике развития своей цивилизации. Следуя законам физики и геометрии, неизвестным другим расам, криптеки создали громадные склепы, которые могли бы вместить весь их народ на время тысячелетнего сна. В бесчисленных межмерных залах разместили миллионы некронов и оборудовали просторные оружейные с мощнейшими инструментами смерти. Хотя сторонним наблюдателю показалось бы, что все это попросту не может там уместиться. Завершив данную часть работ, некроны установили темпоральные стабилизаторы для защиты гробниц и всего внутри от сокрушительного воздействия времени. В том случае, если крупное поселение какой-нибудь младшей расы подбирается слишком близко к миру гробницы, запускается закодированная программа охранения погребенных некронов, предписывающая реагировать крайне агрессивно. Из-за долгого бездействия мир гробницы не в состоянии быстро прийти в полную боевую готовность. Во время сна каждой гробницы управляет главная программа, которая отвечает за поддержание основных функций и обороны, мобилизуя необходимые, по ее мнению, ресурсы в той или иной ситуации или при возникновении угрозы. Обычно на начальных стадиях оживляются некроны низшего порядка, воины и бессмертные. Эти полуразумные автоматоны, следуя своим протоколам, активируются первыми, чтобы подготовить все необходимое для возвращения старших членов династии. По мере пробуждения представителей разных классов династической иерархии, каждый разумнее и индивидуальнее предыдущего. Весь процесс постепенно начинает напоминать работу скорее древней цивилизации, чем некой огромной машины. В назначенный час пробуждается владыка, и с его окончательным восстановлением главная программа передает управление своим создателям. С этого момента действиями мира гробница руководит поистине древний разум, и что будет дальше целиком зависит от его характера и целей. Как только контроль над пробудившейся гробницей перейдет к владыке, мир со временем должен занять свое место во владениях сотворившей его династии. Хотя немало династий никогда не просыпалось, и из-за различных катастроф ни за что не сможет это сделать, многие другие медленно объединяют свои прежние территории. Одна планета за другой, империя, что исчезла эры тому назад, возрождается, а ее долго спавшие представители неуклонно восстанавливаются. В центре каждого из этих воскрешающих царств находится центральный мир, прекрасная столица, где выседает Фаерон, глава целой династии. После нее идут многочисленные низшие миры гробницы и прочие владения, хотя крайне редко случается так, чтобы они остались столь же обширными, как и во времена прежней славы. Некогда прославленную расу Некроном составляло множество династий, вроде Саутихов, Черновохов или Агдабехов. Могущественнейшие из них владели тысячами планет, но даже самые малочисленные из семейств обладали ошеломительной силой. После Великого Сна многие династии существенно ослабли, и слава их померкла, а часть центральных миров сгинула. Однако сотни могучих родов выжили и не перестают пробуждаться все новые. Многие гробницы Некронов по тем или иным причинам погибли, благодаря чему человечеству, как и всем остальным ксеносам в галактике безумно повезло. Сегодня Некроны лишь блеклая тень того, чем они являлись на пике своего могущества в эпоху войны в небесах. Однако даже в таком состоянии они безумно опасны для Империума. Внешне Некроны представляют собой металлические скелеты, подобные скелетам живых существ с клубящейся зеленой энергией, исходящей из их механических конечностей и зловещих, безжизненных, изумрудных глаз. По их телам непрерывно циркулирует хладоген, подобные крови для предотвращения перегрева. Физически Некроны это бессмертные существа, чьи тела демонстрируют превосходящую силу и выносливость, особенно в сравнении с органическими телами. У Некронов есть роботизированные аналоги тех частей тел, которые существовали у них до биопереноса. Глаза заменены окулярами, уши слуховыми преобразователями, кожа некродермисом, а лица лицевыми пластинами или посмертными масками. Грудная клетка осталась неизменной, разве что за исключением того, что теперь она защищает внутрененергетический реактор, а не органы жизнеобеспечения. Классовое неравенство общества Некронтира также вылилось в различия между их новыми бессмертными телами. Так, чем более высокое положение в их обществе занимал определенный Некронтир, тем более продвинутые тела он получил после биопереноса. Высокопоставленные Некроны, такие как Повелители, имеют командные узлы, расположенные на наплечнике, которые передают их приказы своим воинам. Все Некроны обладают сложными системами автоматического ремонта своих экзоскелетных систем, которые способны устранить даже самые серьезные повреждения. Хотя такие системы и способны поддерживать их постоянную работоспособность, в случае нанесения непоправимого урона Некрон сворачивается. Его разумы и остатки тела телепортируются в ближайший комплекс гробниц, где он остается на хранение до тех пор, пока не будет произведен ремонт, либо же до того момента, пока для него не будет выковано новое тело. Однако подобное действие имеет свою цену. Каждый подобный акт переноса приводит к распаду останков души Некрона. Таким образом, те Некроны, которые умирали сотни раз, страдают больше всего, поскольку они становятся немногим больше роботов, полностью лишившихся памяти о себе и своей былой жизни. Некроны обладают хроносенсом, который позволяет им регулировать скорость своего восприятия времени. Все Некроны носят знак Триархии, клеймо на куже из живого металла, указывающее на принадлежность к этой древней расе. Триархия назывался Совет Трех Фаеронов, главным из которых был Безмолвный Царь. Последним из Безмолвных Царей оказался Сарех, заключивший от лица своего народа сделку Сктан, вследствие чего одновременно и спас и погубил свою расу. За время Великого Сна Триархия не стала, однако до сих пор среди Некронов упорно ходят слухи, будто Безмолвный Царь по-прежнему жив и сейчас преследует одному ему известной цели. Отсутствие в 41-м тысячелетии Безмолвного Царя и долгие годы Сна сделали из Триархического Анха напоминание об увядшей славе. Одни аристократы видят в нем краеугольный камень империи Некронов, тогда как другие считают его пережитком давно ушедшей эпохи. Так или иначе, но Анха остается символом расы Некронов. Даже те, кто утратил веру в его силу, не снимают его с нагрудника. У каждой династии цвет Анха и какие-то его элементы разнятся, чтобы соответствовать орнаменту Фаерона. Но, несмотря на подобные несущественные изменения, черты Анха всегда неизменны, все линии и изгибы в точности воспроизводятся на груди у Некрона. У всех династий имеются также собственные глефы, своеобразные вариации Анха, указывающие на то, в армиях какого Фаерона служат солдаты. Порой эти символы носят вместе с Анхом Триархии, но, как правило, их делают меньше по размеру и располагают на нагруднике, что тем самым отражает отношения между Фаероном и Триархией. Обычные солдаты редко используют династическую символику в целом виде, поскольку в большинстве случаев они недостонят такой чести. Вместо этого для обозначения фаланг применяются отдельные фрагменты глифа. Нескончаемая война сподвигла некарантинные изобретения мириадов разрушительных машин, а также огромного спектра различных высокотехнологичных технологий. В авангарде их армии с пронзиционным воем летят серповидные ночные косы, которые, обрушиваясь с небеса, выжигают вражеские порядки стягающим Тесла огнем. Ночная коса, будучи предвестником нападения, представляет собой довольно быстрый и проворный истребитель. Она способна проскользнуть сквозь систему планетарной обороны и доставить войска прямо в бой непосредством врат червоточины с проецированных отражателем, который закреплен на днище. Следом идут сверхзвуковые гибельные косы, очищающие воздушное пространство от вражеской авиации, чтобы положить начало полномасштабному нашествию. Эти истребители вооружены проекторами луча смерти, энергетическим оружием немыслимой силы, которое ужасающе легко пробивает даже прочнейшую броню. Скользящие над полем битвы аннигиляционные баржи специализируются на истреблении пехоты. Спаренными тесладеструктором они в клочья разрывают вражеские формирования в буре туговых разрядов. Живая ткань особенно уязвима для оружия, которым оснащены эти боевые платформы. Буквально изжаривается под действием мощных потоков тока, бегущих по ней. В восьме глубин некронских миров гробниц стоятся миллиарды механических конструкций. Неустанные роботы-рабочие созданы для того, чтобы вечно поддерживать функционирование стадистных усыпальниц и подготавливать все необходимое для возвращения своих бессмертных хозяев. Пока некроны спят, насекомообразные создания, составляющие конотептовые рои, ползают по запутанным улицам некрополя, подчиняясь командам главной программы мира гробницы и всегда готовы устранить любого незваного гостя, посмевшего проникнуть в тихие залы. Когда регент готовит войска своего мира к войне, конотептовые существа не бросают обязанностей хранителей. Будто металлические фантомы, змеевидные чудовища носятся по поверхности планеты, благодаря тому, что их матрицы пространственной дестабилизации позволяют покидать реальность, дабы избежать вражеского огня. С помощью той же загадочной технологии, что дает конотептовому призраку возможность выскальзывать из фазы остальной вселенной, он способен разрывать врагов изнутри, просто запускать свои когти внутрь цели, а потом делать их материальными. Подобная атака приводит к тому, что органы противника выходят наружу в брызгах крови и, когда призрак снова исчезает, безжизненное тело жертвы падает на землю, словно подкушенное. Оснащенные антигравитационными двигателями конотептовые пауки плавно скользят над полем битв, словно громадные арахниды, ползающие по невидимым паутинам. Заложенные в них сложные программы позволяют им ремонтировать поврежденные оборудования и агрегаты некронов, будь то тонкие механизмы гибернационного саркофага или корпуса живого металла монолита. Кроме того, могильные пауки обладают способностью быстро воспроизводить рои конотептовых скоробеев, которые летают большими сверкающими тучами. Эти крошечные дроны обволакивают органические и неорганические предметы и своими жвалами пережевывают даже самые прочные вещества, перерабатывая их в энергию, которую некроны используют для питания легионов. Некродермис – это материал, созданный миллионы лет назад видом некронтир, который часто описывают как живой металл. Первоначально он использовался некронтир для постройки их массивных субсветовых звездолётов, которые исследовали и заселяли галактику Млечный Путь миллионы лет назад. Позже он был адаптирован для создания их роботизированных тел во время биопереноса. Этот процесс превратил некронтир в бессмертных некронов. Некродермис – это материал неизвестного происхождения. Также неизвестно остаётся его химической и молекулярной структурой. Он обладает необычайной способностью мгновенно регенерирует почти любые повреждения, стекаясь обратно в месте повреждения, как если бы это была жидкость, закрывая пулевые отверстия, заживляя порезы и разрывы, или даже с небольшой задержкой соединять между собой разорванные части. Материал также адаптивен каким-то неизвестным образом и может научиться восстанавливать себя при наличии достаточного времени практически от любой формы повреждений, даже от взрыва, достаточно мощного, дабы превратить его в составляющие молекулы или атом. В дополнение к телам Ктан и самих некронов, все транспортные средства и звездолёты некронов сделаны из некродермиса, включая монолиты и пилоны Гаусса. Оружие фазы Ктана Империума также изготавливается из некродермиса. Следует отметить, что некродермис это не сплав других металлов, а принципиально новый материал, созданный некронтир. Гаусс-оружие это основное вооружение боевых единиц некронов. На самом базовом уровне его можно охарактеризовать как линейный асинхронный двигатель. При выстреле зарядом в нём создаются сосредоточенные биполярные магнитные поля, которые выстреливают вперёд и начинают поглощать всё на своём пути и засасывать в точку невозврата. Помимо этой разрушительной мощи, Гаусс-оружие создаёт электрические импульсы, которые образуют мощные магнитные поля, воздействие которых расщепляет составляющие атомы мишени, в то время как цель притягивается к оружию. Армия некронов, как и любая другая армия, состоит из различных видов подразделений. Как и у большинства ксеносов, воинская иерархия в армии некронов соответствует их положению в обществе. Воины некронов или некроны-воины составляют основу любой армии некронов. Именно они являются холодным сердцем безмолвных сил миров-гробниц. Бесчувственные воины некроны, ряды которых неумолимым маршем смерти проходят по опустошённым полям сражений 41-го тысячелетия, составляют основную массу пехоты фаеронов. Когда-то давно они были простыми выходцами из народа некронсер, но после биопереноса в их разуме погас огонь в сознании и они стали послушными рабами владык. Пускаемый в расход и клеймимый, словно домашний скот, воины некронов ценятся только за тот ураган смерти, что они обрушивают на врага. Фаероны равнодушно посылают их легионы в бой, дабы раздавить своего неприятеля под лавиной живого металла. Но даже несмотря на то, что в головах воинов-никронов горит лишь слабая искра рассудка, они всё-таки считаются грозными и стойкими противниками. Оснащённые древним энергетическим оружием, они выкашивают вражеские ряды гибельными залпами гаусс огня, а их крепкие тела восстанавливают сами себя при получении повреждений. Ведь то обстоятельство, что заключённые в обветшавших оболочах некронов крохи разума позволяют лишь смутно осмыслить ход битвы, имеет мало значения для тех, кого эти механические солдаты втаптывают в грязь. Так как умственные способности воинов-никронов крайне ограничены, им требуется постоянное указание. Без командиров, отдающих им приказы, в защитное состояние, отражая атаки врагов точными залпами. Однако нехватку инициативности они компенсируют своей целеустремлённостью. Получивший приказ, воин некронов не остановится до тех пор, пока не будет убит или не выполнит его, а прочность их тел помогает им в этом. Следующими по своей силе в иерархии армии некронов идут бессмертные. При жизни бессмертные составляли сословия кадровых военных в армии некронте. После биопереноса они превосходят простых воинов почти во всём. Неумолимо наступающие бессмертные с помощью своих пушек насылают на врага настоящий гауссбург, сорвающий плоть с костей. В ходе войны в небесах именно они шли в авангарде армии. И теперь, спустя миллионы лет, они снова занимают своё место на передовой захватнических войн. Бессмертные крупнее и прочнее рядовых воинов, поэтому им по силам вынести урон, который бы не выдержали даже легендарный адептус Астартес. В анграммных схемах каждого бессмертного виднеется слабый проблеск его прошлой личности. Несмотря на внедрение сильно сдерживающих протоколов подчинения, бессмертные до сих пор помнят радость побед и удовольствия, получаемые от усмирения неприятеля. Переход от смертной плоти к неувидающему металлу только укрепил их ненависть к врагам. Лишённые таких ненужных понятий, как жалость и сострадание, также избавившиеся от страха перед смертью, бессмертные убивают всех без разбора и без колебаний. Единственное желание любого из этих элитных воинов осуществлять волю своего владыки и вернуть былую славу империи Некронов. Неустанные, смертельно опасные навеки преданные лич стражи это идеальные телохранители и помощники владыки Некронов. В древние времена лич стражи были хранителями знати. Они целиком посвящали себя хозяевами и считались неподкупными. Тогда подобное утверждение скорее являлось больше пропагандой, нежели правдой. Хотя лич стражи, без сомнения, преданнее обычных солдат. Они были всего-навсего простыми смертными, потому не были лишены всех искушений слабости плоти. Теперь же лич стражи действительно соответствуют своему образу из легенд. Более они не могут отклониться от указов хозяина. И все благодаря старательному манипулированию с их инграммой во время биопереноса. Каждый из них запрограммирован на непоколебимую преданность определенному аристократу или целой династии. А это в совокупности с тем фактом, что они сохранили большую часть своей личности нетронутой, делает лич стражи идеальными эмиссарами и заместителями в ситуациях слишком опасных, чтобы рисковать жизнью Фаерона и царских придворок. Имеет невероятно внушительный облик. Будучи закованным в тура тяжелую броню, которая чаще предназначается для членов царских семей некронов, по большей части это сделано для практичности. В конце концов, какой толк от телохранителя, если он не обладает достаточной силой и крепостью для защиты своего хозяина? Кроме того, сама конструкция лич стража подразумевает определенную высокомерие, дерзкий и неоспоримый вызов всем врагам знатного некрона. Соответственно, лич стражи неизменно можно увидеть в самом пекле сражения, или потому, что противник предпочел остановить натиск, и следовательно уничтожение лич стражи его приоритетные задачи. Независимо от вооружения, лич стражи всегда предпочитают единственный расчленяющий удар, шквал у коротких выпадов и полагается на собственную выносливость, дабы не давать противнику передышки. Как и полагается по статусу, лич стражи награждены телами живого металла, которые куда прочнее, чем у основной массы некронских воинов, а их энергетически рассеивающие щиты одинаково легко способны отразить как удар клинка, так и заряд плазмы, вследствие чего убить этих элитных солдат становится еще труднее. Будучи излюбленными хранителями некронской знати, лич стражи получили граммные протоколы, в значительной степени более продвинутые, чем у простых воинов или бессмертных. Благодаря этому они в состоянии действовать автономно, и, если так решит их хозяин, они будут сражаться на передовой, команду легионами в отсутствии повелителя. Притарианцы некронов. В прошлом телохранители членов правящего совета некронтира. Ныне элитная штурмовая пехота некронов. Притарианцы служили исполнителями приказов древней тариархии некронтира и хранителями традиций. В отличие от прочих некронов, притарианцы не подчиняются ни одному лорду или владыке. В древности они имели право судить знать, которая действовала вопреки интересам или повелениям тариархии и нарушала кодекс чести некронтира. Воплощенный в телах столь же мощных, что и у царских особ, притарианцы безошибочно узнаваемы за счет своих хвостов и антигравитационных модулей, прикрепленных к спине. Хотя некроны погрузились в Великий Сон, притарианцы остались бодрствовать, дабы сохранить остатки империи безволнового царя. Будучи обязанными защищать династию, они ждали, пока раса некронов снова сможет покорять звезды. И теперь, когда это время наконец настало, притарианцы разыскивают пробуждающиеся миры гробницы, чтобы направить их обитателей в нужном направлении и уберечь в процессе воскрешения. Даже несмотря на то, что Великий Сон оказал немалое влияние на разума некронов, большинство фаеронов по-прежнему признают власть Триархии и потому с должным почтением относятся к ее представителям. Притарианцы парят над полем битвы на своих антигравитационных модулях, прежде чем ударить там, где их вмешательство произведет наибольший эффект и обратить врагов в пыль при помощи жезлов завета. Лорд некронов могущественный представитель некронской знати, опытный воитель и предводитель армин, обладающий мощным разумом и свободой воли. На планете гробницы могут насчитываться десятки или даже сотни знатных некронов, но лишь один среди них обладает абсолютной властью. В центральных и окраинных мирах это, как правило, лорд, в то время как коронных и некоторых важных центральных мирах регентами стоят владыки. Каждый фаерон также располагается в коронном мире, откуда правит целая династия и где формируют свои завоевательные армии. Лорды некронов, пусть и занимают положение ниже и имеют меньше власти, чем владыки или фаероны, сами по себе довольно опасные противники. Зачастую именно они шагают во главе огромной механической армии. Лорды это независимо от своих монархов коварные предводители и безжалостные командиры, сосредоточенные на уничтожении своих врагов и приумножении личной славы. Однако, когда они сражаются вместе с владыкой или фаероном, то формируют царский двор, устрашающий собрание бессмертных аристократов, где каждый борется за влияние и прикладывает любые усилия для достижения своих целей. Владыка Некронов самый могущественный и самый главный после фаеронов представитель расы Некронов, правителями многих миров гробниц. Когда владыка Некронов шагает по полю битв в своем военном одеянии, целые миры содрогаются в ужасе. Его бронированное тело выдерживает выстрел из противотанкового вооружения, а металлической мускулатуры хватает для того, чтобы в порошок стирать кости врагов. В распоряжении Владыки находится все секретное вооружение его древней цивилизации, мощные артефакты, которые старше многих величайших рас галактики. Под его командованием находятся несчетные легионы бессмертных пехотинцев и флотилии боевых машин, единственное предназначение которых заключается в том, чтобы выполнять все его приказы. Фаерон особо могущественный Владыка Некронов и по праву являющийся одним из лидеров расы. Он правит целыми династиями, включающими в себя многие миры гробниц. Зачастую Фаерон владеет целым сектором, а его саново окружают свиты из простых владык, готовых выполнять любое его желание. Некроны по праву являются одним из самых опасных видов ксеноса, угрожающих империуму людей в 42-м тысячелетии. И теперь вы понимаете, почему эти слова не пустой звук. Если вам есть что добавить, а инфы о Некронах настолько много, что можно сделать несколько таких роликов, радости просим в комменты под видео. А если вы хорошо попросите, то я готов более подробно раскрыть данную тему. Потому прошу закидать лайками этот видосик, ну и разумеется подписываться на канал, если ранее этого не сделали. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи в новых видео.